я не помню как зовут ученых миндал помня вот название имен не запомню мне больше запомнилось что я у них не увидел то есть скажу что не увидел эти увидим я не увидел у них когда вот люди уже приближается к возрасту то они сухие внутри и меня это так удивило что люди мокрые что они что в возрасте да и вот это вот излучение с них прямо вот учиться я не увидел в них плотности вот такой плотный какой ну вот это вот такая концерт и сновидение нужно вот это увидел ну вот вот это излучение которое они несут собою ну вот эту легкость излучения и да и вот разрешение на спонтанность это ну вот это вот она и ну в этом фильме для меня вот этот флирт что возможность быть спонтанным может быть глупым может быть не знающим что дальше говорить и в то же время оставаться в предвкушении а какой дальше будет разворот и вот этот предвкушение она очень но такое вот интересные соблазнительные и они вот это вот соблазнительность какую-то даже интересность интересности в развороте а что дальше будет как-то вот мне вот это передали то есть не то что застыл застывшие картинку но все не знаю что сказать а наоборот это к следующему ходу не к тому чтобы застыть какой будет следующих но это становится частью сюжета они такой лажей которые надо вырезать потом все склеить и что кто не видно все зарядился да ну не знаю говорят ли у меня глаза в общем в этот раз мне не просто было смотреть мой ум даже уложил меня на самом интересном месте я уснула похоже это произошло тогда когда что-то с рукопожатиями было поэтому меня еще остался вопрос и как бы возможность еще раз вернуться к этому фильму и увидеть вот этот кусочек на котором мой мозг отключился и уложил меня спать и у меня по ходу просмотра уже были вопросы тоже я не до конца разобралась что такое сновидение сновидение они называют это реальная наша жизнь то что мы проживаем я так поняла нет нет это не совсем так потому что что есть реальная реальность это то что включает себе все дайте какой-то другой аналог сновидения вот я не не до конца вот как это сказать вырубилась вкусила это хорошо про флирт понятно сновидение вот само понятие сновидения все-таки я не могу сформулировать в моем мой мозг не способен это сделать и я и сказала что это реальная жизнь тогда вот про историю не очень хорошо говорили мне понравилось что тот момент что те события может быть которые вот не в этом моменте происходят от прошлые события если привносим мы их в беседе да то они как бы желают чтобы мы впустили их в эту реальность в эту коробку и тогда они становятся частью нашей жизни и почему они акцент делали на том что важно помнить историю и ну не как вот просветленные мастера говорят что вот что ты сейчас чувствуешь вот если ты сейчас если этого события нет то как бы ну ты себя нормально чувствуешь нормально все значит нет проблем у них другое другая возможность как бы открывается что если что-то привносится в разговор то она уже существует она здесь и это становится реальностью которая просилась быть проявленной быть прочувствованы вот как я услышала это вот мне очень понравился пример про про кого из президентов про 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 хиллари клинтон до силой вот что когда афроамериканцы озвучивали свою тему как бы она говорила формальным языком что мы приложим усилием и потом как бы больше финансов привлечем но не было вот этого душевного контакта что очень важно чувствование человека что как бы прочувствовать то о чем он говорит вот и тоже мысль такая была какая-то важная как будто я смотрю фильмы думаю вот вот надо про это сказать и вот это меня зацепило но концу фильма я уже забываю что нужно было потому что если я и и и и да и под получается что если я держу в уме что мне же нужно вот 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 это вот мне важно сказать все то я упускаю момент то что вот происходит то что на экране происходит и поэтому когда вот обратная связь я всегда как бы я половину упускаю из того что было важно для меня увидено услышал не упускаешь из того что сейчас проживаешь когда говоришь ну вот что-то упускаю потому что ну то что хотела сказать не все как ты можешь упустить то что сейчас у тебя вообще ну наверное никак вот и в общем неоднозначный и этот интервью неоднозначное такое для опять же для моего ума для моего ума душой да мне очень импонирует их открытость вот это вот вот этот самый гав который там разговаривает и все это детской стиле а вот как этот пример она приводила с этим наездником который наоборот скачет как будто у меня это не срабатывает вот этот вот ну то есть превалирует шаблонное какое-то мышление мне трудно представить этого всадника который скачет назад или как это там она говорила в общем у меня это не получилось и это интересно это интересно и про волны когда он глядя на океан говорил что какие-то проблемы у нас возникают и и и я смотрю на эти волны что когда они встречаются с какими-то скалами ну они просто как ну это преграда но мы преодолеем и мне напомнила твои слова когда какой-то конфликт или какая-то ситуация неоднозначно когда ты говоришь ну надо же как интересно вот ну то есть ой я тебя чувствуете так жарко стало в общем наверное я буду заканчивать волна волна лишь она он говорит частицы распадаются но волна не уничтожили даже когда волна бьется о скалы она продолжает быть волной она меняет конфигурацию формулы волна остаются да это что он говорил что тело это как бы ну что это не только частицы это и наше тело состоит из волн поэтому как знать умрем не умрем вот еще там много тем в общем поднималась что так вот как-то очень много всего и и уснуть даже поспать успела несколько секунд темы про сновидение про термин сновидение нет не совсем не все таки вот как будто бы вот как будто ум хочет вот конкретно чтобы все это было отлично супер лёша уже рвется мне тоже вот с олей я согласен нет было сложно воспринимать потому что это как камень это как тот камень который бились волны сновидение что это такое как это понять этот термин как его как бы укомплектовать чтобы взявшись за него идти как бы дальше за руку я для себя вот его вот уже в процессе твои и твои твоего твои как бы презентации я я понимаю что сновидение но для меня это как это диалог это диалог со вселенной который неявный вот такой как бы так алексей я тебе сейчас скажу как надо а это ее разговор и вот эти флирты которые они упоминают это как знаки вселенной или это как какие-то такие как приглашение в поиграть то есть когда вселенная хочет со мной взаимодействовать она показывает не что-то раз мышка пробежала а а я а а мне привычно и и игнорировать ну что мы мне же надо здесь внимание увлечь какая зачем она сейчас нужна эта мышь вот я вот у батюшки заметил что он он обыгрывает эти моменты он в них участвует то есть ему интересно о штора упала как интересно она упала сейчас давайте посмотрите как как она упала или там еще что-то учета микрофон или и там собака гавкнула или человек проехал или а сейчас будет сейчас проедет там этот мусоровоз это так не говорил батюшка это я уже что он часто здесь проезжает и он где раздражает и думаю что такое это диалог такой как-то вселенной со мной чтобы я взаимодействовал не останавливался в этом вот то есть пока когда я сидел там только фильм закончился я обрадовался что он закончился наконец-то потому что это такой обед что обучение к тому как бы он увидеть во всем что чему я могу научиться и как будто бы в этом что наконец-то это закончилось это трудно это было трудно мне как бы мое 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 киноэстетическое киноэстетическое потребность в усыне информации она не удовлетворилась мне нужно движение когда в движении весело здорово тогда она запоминается когда это я смотрю люди веселятся люди ребятица и пожилые люди ведут себя как дети тем более не еще американцы как бы ну вообще ну как будто и я знаю много американцев которые ведут себя как дети особенно пожилых вот и как бы погружаясь в их мир поиграть в их игрушки с носочками с этими как бы ну окей ладно но у меня-то другая действительность а я тоже в другой действительности если я начну играть носочки привлекать взрослых дядей и тетей я не знаю конечно как это будет выглядеть мне надо поверить пока как минимум в это что это действенно для них это органично это их мир окей если мне интересно конечно мне понравилось как журналистка она целиком она вот вся такая такая вся такая грудь атака да вы таких здоровски таки интересно то есть ёп и ёпас она очень честно да то есть она и она что же сновидение спрошу что это такое да и они по другу другой пример то давайте другой пример но все равно непонятно ну хорошо люди хорошие мне чуть-чуть они напомнили джинга и рыбе которая читала нам истории и так мы в это верили вот эти сказки мы читали мы прям погружались или там с куклой объятия тоже как-то это погружение как бы мне было бы очень приятно если бы они были реально здесь и вот и тогда погружение интересное но реальное более как бы как бы ну как будто вот но такой диалог все равно такое сновидение ли диалог как я это сейчас так интерпретирую она более как сказать но это все равно это интересно об этом можно поговорить можно так вот как бы вы до оффлайн но папа полнота удовольствия мне кажется когда это реально вот вот если бы они были рядом и я бы с ним еще по-английски поговорил и мы бы так это похитили полипа улыбались так порядка ребятились она как бы стала поле жизнему для меня для меня тоже сказал напоминает вот как метафору частицы и волна вот как будто частицами вы мы в одном пространстве соединяемся а если например подсесть на волну там ну как ты любитель татьяна мужицкой на волну раз подсел или например как он бета келлингер то тогда физическое присутствие не обязательно есть люди которые например там ну скажи на твоей волне когда ты ведешь урод ни разу не соприкоснувшись с тобой в реальность есть люди которые на моей волне ни разу даже нет не разговаривай со мной вот вот волновое или квантовое взаимодействие вот это вот она вот например я на волну лошадь например вышел и я резонанс да 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 то есть мне было с ним сложно попасть от резонанс то есть как бы да я я у меня меня эта тема как бы она мне интересно была тема то что я вот ухватил это это взаимодействие со вселенной и и да и и нет а вот как бы из природой тоже но больше вот именно с такими как бы как сказать но человеческими аспектами что ли как бы как знаки вселенной то есть они меня провоцируют на что-то на общение с людьми и понимание себя лучше вот вот в этом варианте татьяна лужицкая вы это я в этой волне я бы услышал а вот вариант потому что его на волновом уровне до строй на нее больше чем даже я не знаю только очень полезно меня мозг вообще отключился мне кажется я воспринимала фильм только какими-то вибрациями потому что я первый раз за это время у меня горячие руки вообще все горит внутри и пример с волной камнем еще мысли какие-то улетали далеко все что говорили вообще не не о том у меня мысли уходили далеко мне мысль такая картинка волны и как бьется от камня да вот они частицы вот но волна камень точится распадается и так далее волна это может быть мысль наш и что-то душевное камни это наше тело даже если тело распадается стареет и тогда душа никого не девается не действует друг с другом со вселенной с природой хоть как вот вот я очень глубоко вот углубилась и не напомнил полфильма сны это но это взаимодействие это но я никак не пришла почему я смотрела внимательно но у меня мозгом я была где-то не здесь вообще и позволить себе жить в моменте вот как вас там цветочек там собачка в социальном мире же больших городов это вообще уже почти нереально жить в моменте вот ну все в какой-то суете да там в какой-то и когда вот иду на работу я посмотрю я 5 минут стоять на белку смотри это же классно на белку да ну белка классно я понимаю что я опаздываю когда разрешаю себе да пофиг это класс то есть это же умеешь до дня белки есть потом вот эти творчество с носками тут суть то лишь не в самом носке а у кого что можно это через то не знаю как как на утром делали зарядку можно там через нас с носками играть можно по-разному каждый в меру своей какой-то внутри дозволенности рамок и чуть может позволить да ну наверное и но это дословно же там я не представляю как и буду с носками но например когда люди с деменцией вот тоже мысль куда далеко ушла когда вот про этих носков про эти носки вообще они просто дурачили да у меня то на самом деле то очень классно с ними общаться на самом деле когда в их реальность входишь вот именно как раз в процессе другого человека находишься доверишь искренне веришь что что происходит у него тогда и нет деменции общей проблем никаких нет но я имею ввиду там что в голове у других людей при каких-то психических отклонениях верь в то что искренне будет в процессе других класс слушай вот эта штука с носками это прекрасный способ знаете что если чек приехал загружен и умный в суете да с одной стороны и оля с носком на правом это на самом деле классно и прикинь и как какой-нибудь умная такая женщина с офисным таким пафосом смотрит на это все а мы все-таки и начинает 3 включаться и вот тут просто мозги социальные вы вылетают из коробки опять же да 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 вот этот пример очень классный это же тоже до метод вот с этими носками тоже может быть такой же как и это как и танцем с песнями да 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 все мы вдвоем будем выступать это главный хедлайнер собственно о чем и про что и про что был фильм да на самом деле что хотел сказать по поводу вот хочется кстати сказать не дедушка и бабушка про ребят да да ребята потому что они жизнерадостные и такие позитивные какие-то товарищи вот ну на самом деле я тоже в их словах узнал много чего да как что они интерпретируют как-то и называют по-своему но у меня это не вызвало никакого противоречия диссонанса как раз потому что мастера собственно что делают они информацию знания пропускают через себя дают людям и и у этих двух людей тоже есть те кто их слушают и для кого этот язык близок и воспринимается поэтому это здорово и классно вот а сами вещи о которых они говорят да там интуитивно впускать происходящее интуитивно видеть среди происходящего знаки и то как с тобой разговаривают опять же тут можно говорить там природа вселенная бог или еще как-то обращать на них внимание понимать и даже вот у меня мысль такая как бы как как бы повысить в себе это мастерство чтобы видеть все происходящее да все понимать вот наверное наверное все но это основной ну собираешься повышать конечно конечно собираюсь вот хотя но если что касается меня конечно но для меня немножко вот эмоционально они в плане общения хоть и это все здорово но я немножко другой человек да мне там другие другие слова больше ближе наверно но тем не менее я вот как раз не исключаю что и таким языком тоже можно общаться с людьми вот может какие то вопрос ну хороший вопрос хороший вопрос у меня большой список в том числе как бы как раз курс который сегодня обсуждали меня заинтересовал может быть как раз и там еще и продолжим отлично это отличный ход спасибо снято можно ну наверно материться нельзя в прямом эфире я шучу я шучу да да простит меня публика который понравился этот фильм вот я выскажу свое мнение что мне не понравился совсем я тут даже ловил момент думаю как бы отвлечься вот пошел чай себе налил вот думал еще погулять но как бы хотелось проявить уважение все-таки до конца досмотреть с чего начнем рассказать почему или от или какие-то вопросы ответить которые как я понял такая компетентная позиция сейчас что как будто бы ну как будто бы я вижу тебя своим сновидическим образом как будто ты за асфальтоукладчик сел да и вот и я прям хорошо что я не первый вышел немножко я подостыл ну как бы очень хочется конечно но не на самом деле действительно хорошо что и да что я почти последний вышел у меня так такая это буря эмоций была сейчас маленькая такая процессуальная вставочка то что мне не близко не резонансно не понятно не цепляет она бросает мне вызов или я эту часть реальности освою и буду в ней естественным образом плавать или я критичностью закрою перед ней дверь а теперь продолжай да я не могу сказать что вот там это буря эмоций была связана с тем что мне это непонятно она но как бы моя личная история что вот я как бы сидел думал что меня так сильно как бы возбудила на на то чтобы там что-то высказать но безусловно она такая то есть по крайней мере перестала быть так вяло как ты вроде дождливая погода вот возбудила на на то чтобы высказаться но лично мое вот лично моя реакция она с чем связано что я наверное как собственно и день назад когда вот мы только приехали когда мы фильмы обсуждали да вот меня больше всего зарезонировал и так сказать душевно задел вот этот короткометражный фильм про психологов и психиатров вот эти два товарища они мне напомнили вот сумасшедших которые считают себя терапевтами вот и у меня прям абсолютно такая как бы связь но сумасшедшие не может быть не совсем в плохом смысле в том смысле что мне показалось что они абсолютно очевидные наивные и совершенно простые вещи очень так пытаются облечь в какую-то форму науки да еще которую они пытаются кому-то продавать и рассказывать возможно у них как у маркетологов это не там неплохо получается раз они в оон выступают а мы как бы здесь сидим вот но у меня вот да вот вот это меня как бы смущает но нельзя исключать собственно ничего вот возможно но возможно они возможно они в этом интервью ничего не сказали такого как бы серьезного из того что они знают но из того что они рассказали я поводов приглашать их в он собственно не вижу объясню свою как бы позицию так я же оттуда из фильма просто не неизвестно какой из этих трех персонажей которые какой именно но продолжай но собственно почему такое мнение что энергия шуши покраснели да уж и горят ну конечно что то такое да поднялось ну в общем если вкратце то но мне показалось что они говорят о папса как я уже говорил до этого в абсолютно простых там примитивных вещах я как бы искренне удивлен даже той же самой корреспондентки которая сидит и слушать с таким воодушевлением но не совсем возможно здесь делав в но все-таки в авторитете в этикете а также в непонятных словах как сновидений и так далее как мне кажется как мне кажется я могу объяснить то о чем они говорят как как я это понял но естественно что для меня это единственный правильный пока позиции потому что других пока пока нету пока здесь не прозвучало ну да других пока здесь не прозвучало каких-то опровергающих или наоборот подтверждающих мы можем возвратиться к там ведической культуре философии там и так далее собственно то о чем они говорят можно по большей части только в более умными словами просить прочесть в йогу васиштхи и в любом фундаментальном труде там индуистов до о том что у человека есть не даже не у человека неправильно сказать у души да есть там четыре состояния то есть это бодрствование сон со сновидениями сон без сновидений и четвертое там состояние туре который на самом деле является реальным и весь там труд йогу васиштхи и махабхараты и так далее так далее и все индийские мудрецы весь этот огромный опыт он в принципе сводится к одному что все говорят о том что природа вот этого бодрствования про который мы говорим ну что якобы это реально что это нереально а что она имеет точно такую же природу как и сон вот о чем они говорят но насколько я их понимаю о чем они говорят в плане сновидения то что сновидение вот здесь якобы наяву она очень похожа на сновидение который мы считаем сновидением да когда мы ложимся спать собственность весь вот это там массив литературы и все эти мастера они говорят точно о том же что вы это ребята вы все спите как бы вот сейчас это просто форма сна она просто немного более плотная потому что каждую ночь когда ты засыпаешь тебе снятся разные сны и нет ну нет словно некого постоянства да но реальность которую ты себе видишь там во сне она абсолютно четкая да и более того практики там буддийские индуистские там и русские даже есть там практики сновидения осознанных сновидений они позволяют проснуться во сне и действовать там как наяву да это сейчас доступно я думаю вот там на ютюбе достаточно куча техник роликов на эту тему и так далее это лишний раз подтверждает что та реальность которую мы считаем реальностью вот это это такой же сон только он более плотный то есть мы в него как бы просыпаемся ото сна и здесь есть причину какая-то то есть ты проснулся там где ты заснул да ты помнишь что ты заснул там и так далее так далее и там тебя окружают те же люди и так далее но еще раз повторяю что в виде часа ведическая культура говорит о том что мы живем во сне и на самом деле все практики по просветлению освобождению все прочее они направлены на переход в состоянии 4 которая является действительно бодрствованием в отличие от того что происходит здесь и поэтому об этом и говорит и квантовая физика и все остальное что вот этот мир в котором мы бодрствуем он имеет некую природу он имеет природу сна он имеет природу иллюзии он имеет природу сознания в первую очередь а собственно вся вот эта литература который я упоминал как бы фундаментально это как бы не мой опыт да это опыт мудрецов до которые там описывают пробуждение там просветление и так далее они говорят что не совсем я пересказываю концепцию и их какую нет как мне кажется нет как мне кажется что они имеют ввиду я просто ольге хотел рассказать что они говорят сновидение то есть под сновидением они понимают вот этот некий сон который происходит сейчас они при этом поощряют включенный сновидение безусловно здесь никаких с этим проблем нет того чтобы опровергать сновидение как нечто неосознанное нише не как говорит об этом мастера востока тем более что он тоже физик он знает и теорию сновидения наверняка и махабхарату и йогу васиджу читал ну может быть да может быть нет я я сейчас я сейчас пытался объяснить как бы как я понял о чем они говорят то есть они предлагают эту нормальную жизнь воспринимать как сон видеть какие-то знаки и в них действовать но собственно да не согласно смотри нормальная жизнь то есть жизнь без сновидений давай так я это прошивку по-другому исключение области бессознательного из социального взаимодействия с точки зрения современной психологической коучинговой какой угодно коммуникации это и есть нормальная здоровая жизнь но это не так мы что еда неосознанный аспект нашего прошлого наших историй наших травм мы вытесняем мы находимся только в здесь и сейчас взаимодействие и типа договорились и разошлись что говорят они они поощряют включение сновидческого эмоционально душевного бессознательного симптоматичного что стучится когда в коммуникацию когда пытаюсь быть социальным и правильным они говорят включайте это вы вас обучали это исключать как то что мешает а я говорю вам говорит армии включите это и тогда коммуникация обогатиться так в этом нет никакого противоречия действует не вы как бы немножко несколько конфликтуя во первых с современным психологическим ну как бы трендом брендом вот во вторых они не предлагают просветляться и избавляться от сновидений они предлагают все включить я считаю что это более целостно чем жить только здесь и сейчас так здесь никакого противоречия нет может быть так показалось из моей пламенной речи я хотел о чем сказать что все это описано ранее там мудрецами прошлого это что спонтанное проживание радостное спонтанное проживание обращение внимания на какие-то мелочи цветочки включение вот этого эмоционального то о чем вы говорите в жизнь это по сути единственный здоровый и правильный способ проживания жизни но который нам предлагает литература их 2 до либо сесть уединиться в пещере и понять что тебе эта игра надоела и тогда достигать никого просветления но это доступно немногим а тем многим кому эта жизнь еще интересно как ну вообще вот как кайф как игра проживайте кайфуете делайте что хотите обращайте внимание вот смейтесь улыбайтесь там и всякое прочее но мне непонятно почему наверное вот что меня возмутило почему они неким образом присваивают себе это открытие да это никакое не открытие и никакая не как сказать запатентованная теория которую можно кому-то продавать рассказывать и делать на счет семинары присвоение в том что они обозвали эту концепцию каким-то каким-то названием обрисовали в какую-то схему и там читает лекции на эту тему объясняют это людям то есть мне кажется что тут ну что в принципе это неправильно что есть доходчивый первоисточник который вот без этой мишуры первоисточники который без без этой мишуры об этом рассказывают и все так еще раз из этой логики выходит что интегральная душа по печенью это ситуация при которой некий и в мире самозванец присвоил себе все что и так было известно нет нет не совсем так потому что но скажем так здесь вопрос концентрации информации вот то что они целый час о чем они говорили какие-то по мне наивные детские инфантильные примеры то есть никакой конкретики и никаких инструментов они как бы но для меня ничего ценного не не рассказали вот умение и знание вот почему я сегодня вопросы но в частности задавала на а насколько глубоко там у вас ну какие-то там примеры разбираются и так далее это собственно но немножко отголосок о том же насколько цена и скрупулезная эта информация до либо так не просто прикоснулся и дальше пошел сам детально это изучать либо тебе даются инструменты ну какие-то вот ну такие как бы классные и вот если инструменты классные то это никакое не самозванство и там еще не это труд который ты через себя пропустил и которым ты делишься с другими ну смотри оппонирую уважительно конструктивно почтительно выдерживает анализ дискуссии не переходя на личности у нас есть есть по поводу любого материала есть презентационный или миссионерский формат и в презентационном формате мы в принципе смотрим на людей как они доносят о чем они говорят как они вообще внутри себя ведут есть профессиональный формат где там техники методики фишечки процесс обучения и раздачный материал формат ролика презентационный это часовой разговор журналистки с нулевым уровнем и для того чтобы понять чем вообще они занимаются мне кажется он вполне выдержит то есть как журналист она справляется задачи как миссионеры они как профессионалы они дают этот материал второе у меня вот здесь на полочке я тебе покажу стоит я думаю я видел вчера ты видел да мы в курсе всей махабхараты шримад бхагаватан поговорить и истории про ситую раму мы вообще по курсам и даже кто такой махабхараты мы вообще по курсам идеи и 9 махавидий вообще-то изучили но интересный момент когда мы когда приезжают люди с нулевым уровнем всех этих вопросов я внимательно и очень процессуально ощупываю их со спины на уровне биополя чуть-чуть за ушки так подергаем на медитацию под посажу для того чтобы понять какой уровень трансляции то есть миссионерский то есть very simple или крутой профессиональный нужен в этом контексте люди которые со мной в команде они им интересен любой потому что и на уровне игры детской и на уровне профессиональной в любом случае если жизнь течет если это в реальности проживается они лекционируются это так и происходит вот я считаю что талант миссионера состоит в том чтобы во первых хорошо понимать контекст для кого это говорится во вторых смотреть дозировку профессиональной информации ее уместность конкретном контексте мне кажется я я соглашусь с солей что скорее всего с какими-то восточными источниками незнакомыми тем более интервью называется дау творчество тем более это тот самый институт который был стэном грофом когда-то организован эссалинский внутри которых разные направления выходящие за рамки классической психологии начали возникать они исследовали трансперсональный опыт разные религиозные традиции и психологи поначалу от них открестились говорит это чё-то не то их аяхуаска это что-то не то вот поэтому это популяризаторское нечто и если нужен перевод на как бы профессиональный язык того что они говорят легко и как бы по приколу то я в этом смысле готов быть переводчиком на профессиональный язык того что они говорят я любовался нам случае их миссионерской стратегии и то как они играли фреймами то вы считаете но это же может быть осознанная игра чтобы вот ну как бы сломать вот такого человека который там например из офиса пришел в костюме и ожидает сейчас какую-то это а может быть ну я так условно природная глупость или какая-то природный инфантилизм мы же этого не знаем то есть тут эти две вещи как бы я вот еще какое для себя замечание сделал да они все такие такие по детски по детски радостные вот на этой террасе наблюдая наблюдая за океаном я бы ну мы это эту теорию можем проверить только в одном случае если бы они предположим оказались где-нибудь в соседнем доме с пенсии по 12 тысяч рублей были бы они настолько жизнерадостные наивные играли бы они носками или нет вот если да я преклонил бы колено сказал ребята вы вообще конечно мастера а вот играться носками на террасе с видом на океан и рассказывать там какие такие вещи это неоднозначная на самом деле история потому что надо смотреть на человека как он доверяет вселенной в критической ситуации минут когда совсем плохо там к примеру словно тогда были нам пришлось вообще-то снять для них сериал давай напишем сценарий потому что это же только часовое интервью ну вот и если говорить о ну как бы критерии мастерства это способность соприкасаться с трудными вопросами вот именно если они работают в зонах международных конфликтов и примеряют конфликтующие стороны и они являются миссии как бы представляет ну как миссию оон не меньше чем раз вот если они совершенно добровольные с интересом и здесь слегка коснувшись идут в тему смерти и очень четко грамотно процессуально описывают как сопроводить человека только эти две вещи но говорят о профессионализме но профессионализм настоящий он идет через легкость профессионализм не грузит легкость ему было достаточно профессионализм за этой легкостью с носками и тарелочками для меня тоже совершенно очевидно ну мне так бы я с их трудами и результатом работы не знаком поэтому мне тяжело судить вот если бы такое было и там какие-то свидетельства они только их заявление о том что они там поднимают людей из комы и это надо изучить если говорить о анализе на технологиях там они достаточно но они они описаны они являются их собственными наработками выводами и собственным трудом или это также откуда-то скопировано где мы это можем прочитать о том что надо радоваться цветочком и обращать внимание на то как пробежала мышкой тебе это дает там какое-то некое представление о том что тебе хочется сказать вселенной если ты предвзят уже 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 предвзято который окажется в твоих руках ты видишь отрывки из виллбера как разверга васильский вот из юнка югеанство там новость кровать один пилопон если да если ты но это вообще он ложь и слямзил точно вот если ты заинтересован в привычном увидеть объемную новизну что возможно только если ну как бы вот это предвзятый настрой он отсутствует это не значит не критичность это значит я схожу как в это как в новое а вывод сделаю после ну условно говоря трех четырех часов исследования то есть если человек идет в новую область заранее известным результатом но он как бы пытается такая пытается доказать все равно в первую очередь свою правоту а не то что он был неправ правильно поэтому тут как можно сказать что в этом смысле у нас нет выбора то есть если это кино произвело такое впечатление но оно не могло другого произвести в принципе и соответственно нет выбора относиться к их литературе с каким-то другим отношением я подвинусь может так начну с истории то есть пять лет шесть лет назад володя майков пригласил меня на семинар арни и эмми минду проходил он в гостинице даниловская в актовом зале на метро тульская и пригласил бесплатно я пришел я добросовестно досидел до первого кофе брейка потом добросовестно досидел до в обеденный перерыв я пересек вот этот квадратик где знаешь даниловский рынок находится вот прям пришел пересек и между возможностью даром получить семинар который стоит тридцатник и это было шесть лет назад и все таки дальше идти по своему жизненному пути потому что я знал что есть в этом мире люди которые были бы очень рады меня убедить я выбрал второе я не досидел мне они показались скучными мне показалось что внутри меня жизни гораздо больше чем в этих двух старичках которые предлагают сделать какие-то очень примитивные упражнения но у меня есть такой принцип если что-то вызвало у меня зацепило настолько что вызвало отвращение значит и и это при и при этом это имеет определенный ну тренд спрос запросы у людей значит не понимая людей которые резонируют на них я ну что-то не понимаем это понимаю я я хочу я хочу допонять после этого через несколько лет володя подарил мне книгу процессуальный ум который стоит а потом я натыкаюсь на это видео и она мне просто звучит на кухне когда я посуду в какой-то момент я что-то там такое зацепил услышал что я пересел поближе остановил перемотал на пять минут назад налил чайку и досмотрел до конца и потом понял что еще раз хочу посмотреть это все вместе я сейчас скажу что слово сновидение сразу мне напоминает восток и йога васишку и все эти дела но тут я смотрю что не употребляют это слово совершенно в другом значении при этом они говорят обчитают надо жить с основительным кучу пока мы смотрели я до перевел на свой язык чтобы как-то терминологически состыковаться чем вообще я занимаюсь я тебе уже рассказал я помогаю людям из социально обусловленных представление о себе о том кто я такой в личностном в ролевом в эго смысле вот этот путь все таки проделать лишь даже православный вот так вот крестец и из ума прям не только что в сердце живут вас в энергетический центр в нижний дон тянь блин вот и право и лево то есть действие католики вот так но все равно они как-то вот сюда чтобы попасть сюда из отсюда попасть свою энергетическую батарейку это это аккуратненько так-то сфокусировать вот этим в основном с новичество с его точки зрения что как я перевожу на свой язык и как я буду говорить об этом в новом курсе интеграем душу по печенью уже через год через год а вот душа как смотрит на сюжет вот невозможно любоваться закатом от ума если от ума то мы сразу айфон тянем чтобы запечатлеть а любоваться цветочками или закатом или ребенок подошел и сказал какую-то фигню а это не то о чем я думал было у вас такой вот это и есть в его терминологии сновидчество в моей терминологии мне не близко называть ты ему так это язык души на языке психолога это язык бессознательно то есть на языке то не мужицкой это знаки вселенной то есть что не хочет сказать этот это пространство да если я нахожусь состоянии сопротивления и удерживания своих представлений о мире и своих предпочтений тех или иных вещей этого мира я немножко в скафандре я не слышу если что-то вовне стучится знаком репликой фильм да я думаю ого то есть хочу это и то что вызывает всплеск несогласия сопротивления и для меня вызвать для того чтобы с этим взаимодействовать поэтому когда условно говоря ученик внутри курса внутри интервью пассивный согласный восхищающийся не очень интересный ученик ну то есть я как-то так конечно отвечу но но энергия возникает когда вот эта плотность есть вот поэтому точно таки учитель если он не конфронтирует с моим устоявшимся мироощущением а только подтверждает его он для меня плохую учить вот поэтому я так вот смотрю так вот я досмотрел это видео какой был итог энергии добавилось я закрыл макбук я зажег свечечку я зажег лампадочку я зажег сандаловую палочку я в состоянии ух ты же офигеть ничего себе дзенская такая фраза ничего себе минус сорок просидел мы с чувством потери времени это закончился спасибо только не пойму кому и за что ну конечно они к этому никакого отношения не просто такая причина-следственная связь я учился то есть как бы понял из женских учителей вот какую штуку что настоящее мастерство это когда мастер тебя зацепил таким образом что ты не понял как тебя зацепил но ты зацепился но он при этом ничего не делал то есть мастерство обходит сознательный сканер моё не моё то или не то и не запускает энергетическую вам вот поэтому я благодарен конечно же армии и м мингал за эту прекрасную встречу с тобой потому что тот вялый и во всем согласный который был внизу час два часа назад мне не так интересен как вот этот представитель йога васишский который сел из позиции компетентности распил этих тупых американцев которые продают сплагиачены идеи у восточных мастеров вот так вот мне класс отлично можем продолжить в таком же духе в конце будет конечно а смотри но здесь вообще это вообще-то очень-очень простой базовая по ты помнишь там сигналник он давайте переведу на простой язык сигналы неконкурентности озвучивать видишь ты там не делаешь вид что вы отвернулся но есть очень маленький нюанс и мы прекрасно здесь это практикуем значит ну например я говорю оль у тебя все в порядке ждано все в порядке думая чтобы меня чем-то не расстроить что тебя расстроил какой мой ход в этом случае говорит точно все в порядке да а ты гажда точно все в порядке я слушаю поле или пространстве взаимодействие лечу такое и я например могу сказать у меня с дочкой то как бишь ты не хотелось сегодня расстраивать хотела поговорить на эту тему то есть я не ведусь на формальный ответ все в порядке а слушаю в их терминологии становитесь понимаешь я замечаю сигнал неконкурентности и понимаю или сейчас я не буду дальше проходить может быть для тебя сейчас даже болезненно говорить о чем вот или может но я коснусь следующего то есть замечать сигнал неконкурентности да да была какая-то у тебя вот во время просмотра мышцы внутри просмотра какая-то интересная реплика насчет гигамма вишну дева да еще что да ты ты о чем-то как раз хотел давай спроси у нас поднимем эту тему чтобы а то за ужином есть еще минут 30 у нас может быть кто-то еще хочет сжимаем время кто-то хочет я его обнимать хорошо мы сжимаем до сутевого скажи это надо сформулировать но если давайте так просто потоком как говорит потоком с новическим будем говорить потоком вот мы мы когда с вами переписывались перед моим приездом вы поинтересовались но как бы о моем мировоззрении там и так далее и там я вам перечислил несколько мастеров которые меня там вдохновляют и потом там через какое-то время сам собой вот там размышлял и понял что вот эти три мастера которых я действительно считаю крутыми вот прямо из всего многообразия там которые есть их философия мне то есть я их принимаю но она в том числе конфликтует между собой вот у этих у этих трех мастеров и это юрмени чихин это вишнадев ананда гири и это гигам и вот это удивительное ну как бы для меня вещь удивительная но как бы я всегда пытаюсь собственную концепцию мировоззрения чтобы она ее постоянно надо проверять на на критичность на какую-то да насколько она выдерживает там мне мнение извне да но она включает в себя этих трех мастеров но эти три мастера о каких-то вещах говорят разные вещи ну даже нет не то чтобы разные вообще противоположные вещи и вот есть даже не внутренний конфликт скажем так а некий внутри внутренняя потребность успокоить вот это не не согласие между тремя крутыми мастерами и их крутых мастера конфликтует внутри тебя да 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 можно и так сказать вот и был бы здорово об этом поговорить я лично знаю всех и они у меня внутри сидят в трех углах конфликтуют в трех углах глубокой медитации я могу лично поговорить с каждым из них они внутри глубокой тишине о центре горит огонь но вот у меня такого состояния пока нет поэтому мы здесь разговариваем ну да смотри дуальное там мышление такое условно говоря там структурное математическое физическое в нем присутствует какие компоненты если один мастер говорит что есть бог а другой мастер говорит что никакого бога нет и слава богу и этот из своей позиции дает объяснение мира решение скорби и проблеме и тяжести этого мира а а этот из своей кстати в индийской традиции были горы которые говорили что никакого бога нет как же его звали этого вы помните да о ком я говорю вот да все все тирамид как раз было был такой упомянут так вот интересный момент что это описание из разных точек зрения одного и того же явления из разных мировоззрений причем у того есть ученики у этого ученики у того есть исцелены ли и того вести собина и и в той и в другой в третьей религии есть опыт транс транс персональных переживаний встреча с божественным там просветление просто они разными словами называть я не смотрю в концепции я смотрю на и излучение раз второй момент я смотрю настолько ли человек который предполагаю что он мастер диалогичен но то есть как там сказал кажется альберт инштейн что есть ты не можете законы физики объяснить восьмилетельную ребенку ты вообще то есть то есть снизойдет его его величество мастер дома ей такой простыми словами объяснить да 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 дома ей такой в чем-то не дайте может например отсканировать на каком уровне вообще самому нужно можно говорить это не значит усредняться это значит ну как как в специи как соль сколько найти точные слова до найти точные слова для того чтобы мост построить например один у одного человека на его берегу например там прекрасный замок она на моем берегу маленькая хижина здесь хорошо запитонированная почва а здесь обваливающийся враг возможен ли мост и если у тебя более крутая постройка и более хорошая концепция помоги мне скромному маленькому невежественному ну дотянуться а строк помоги построить мост чтобы мне как-то поговорить с тобой вот вот в этом в этом вся прекрасная игра то ли заключается меня чихин юра контакте в живом отклике кстати собирался в этом году приехать несколько раз звонит я приеду мне твое последнее видео не понравилось ты что-то так как-то настроен немножко печально я не то что буду что-то ну просто очень хочу поговорить на вот прям мне отклик вызывает все отклик есть контакт есть и нет игры вот этой мастер доминирования да кто здесь горе и другого вот к этому самому прекрасному вишну телу я был в монастыре в его в нижнем ногороде до его разговора я его кто время там не было и он просил меня встречи для записать интервью чтобы я помог ему раскрыться и вот мы такой какую-то штуку дали что вот евреасе за что я видел это на он в красивом таком своем вот этом всем прекрасно вот и я с удовольствием с ним пообщался но здесь у меня было очень важное послание он хотел диалог религии культур а есть моя игра была в том чтобы побольше ему его раскрыть чтобы допонять его как человек чтобы аккуратненько вот этот горский китилёк так развернуть и смотреть волосики там на груди у меня есть или он бреет понимаешь но мы так достойно но но это от этой игры я отказался потому что удивительно что находясь в этом прекрасном адвокатическом мировоззрении он очень контактный и он вот вот в это играть отказался мы разговаривали вот так вот по-человечески идея спровоцировать или усложнить от пола принц человечность на него ведет человечность и благости мне не так его интересно слушать в записи сейчас но от этой встречи мне максимально приятное впечатление что касается мы были у дима михайлова там я был бегом как кто-то еще был и мы вот так вот разговаривать дима кстати сюда приезжала да он снял и два прекрасных мы сделали репортажа один а второе говорим буквально за час до отъезда а я хочу у тебя взять интервью то ты всех берешь вот и я и взял у нее здесь интервью прямо на этих местах о критериях мастерства по какому принципу он подбирает персонаж я смотрел свои видео да вот а вот да вот с гиган у меня такое ну интересное впечатление сложилось дима конечно как арбитр сидит центре ксиган армянский вот этот посыл но ощущение что он говорит в себе но не доносит я нахожу некоторые то ли а два этические несостыковки то ли логические то ли чем-то во мне не совпадает я выношу это на вопрос вопрос вот в некую плотность упирается до него не доходит и он говорит фразу в ответ никак не относящуюся к ну как сказать к тому о чем где был момент диалога спора конфликта конфронтации вот и я это все как-то очень по-доброму списал на то что он ну как-то наверное не совпало при этом я понимаю что родители не есть ученики и люди которые приходят смотрят как-то чем-то он их релаксирует ну смысле как-то им полегче становится вот и это означает что интерес к нему у меня есть то есть как бы ну как бы в отложен такое поставить интерес на паузу вот при этом самые различные прикинь у меня же еще и несколько там не христианских как бы школы направлений и несколько психотерапевтических вот в этом плане интегральность для меня это когда каждая точка описание реальности здесь 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 дает большую тонуту картину вот поэтому а мне кажется мастера если соберутся так вот собрать их всех ну если они мастера они посидят попытаются слушай там ну джо как тут вот потом сказать ребят давайте обнимемся и пойдем то фуршет безалкогольный а может курочку съездить пока никто не видит из учеников вот так так далее но при этом при этом при этом сейчас возвращаюсь в более серьезную такую не сновидческую штуку вот сейчас очень модные стали вот я это не одобряю но тем не менее как метафором в москве разные камеры наблюдения если и это все отслеживание цифровой цифровизации мне это не нравится но тем не менее с какой камеры было сделано то или иное наблюдение я знал одного и был в монастыре в плотине в калифорнии монаха американца серафима роуза который из протестантства перешел в православие основал православный монастырь значит многих многим американцам был тем самым миссионерам адаптером который православие перевести на английский язык это но не просто подстрочник сделать а так чтобы в этой системе ценности нам звучало там американцы приехали там монашество там них прямо такое вот как первозданное без корпусов маленькие домики вот интересный момент у него был протестантский опыт у него он исследовал восточной религии он а ушел восток принимает православие очень многих людей собирает и фактически запускает в англоязычном мире волну православности это 70 80 даже 90-е годы умирает с дикой болью язвы желудка и глубокой эндогенной депрессии со словами нет никакого бога бога нет его он это кричит он убеждает и последние три или четыре дня прошло в таком состоянии его ближайший друг евгений даже этот факт биографии в огромной книге его биографии отразили в какой момент он был прав момент своего протестантизма момент вас ухода восточной религии момент своего православия или в какой-то момент когда кричал что никакого скорее всего не в какой одновременно во все одновременно во все потому что любое свидетельство это проживание актуального субъективного переживания в тот момент когда человек именно это сейчас переживает не но для него конкретно может быть да мы же говорим не для него но как бы рассуждаем о том что но пытаемся ответить на вопрос а как она есть на самом деле а как она есть на самом деле есть вне концептуально скорее всего и как бы на сам самое дело и кто может претендовать из на правильный ответ да но никто поэтому поэтому интересно исследовать сюжеты вот есть например он они сюжет я только прозреваю к по каким-то фрагментом по замечаниям после фильма какой там человек вот есть сюжет алексея есть рустама сюжет боже я так желаю его сюжет подробнее я сегодня вник в ее сюжет он мне так за что только туда запустил говорит ну вот это тебе о прикольно так особо ничего ну там особо ничего ну ладно вот эту самое а пока вот это и все понимаешь и это все многообразие сюжетов и эти все сюжеты включая миндова оша йога васиштку которую кстати один мой знакомый начал начитывать и вчера выложил первый отрывок хотя она уже в начит на варианте есть сюжет с иноагентами телеканалом дождь это все-все в плитнике которые вплетаются в мой внутренний узор а я здесь ткул ткул понимаешь ковер из этого всего и рисунок происходит каждый день каждый день ниточки для этого рисунка происходит так вот реальные ниточки реальный рисунок и одновременно он же и нереален потому что если я могу хоть какой-то фрагмент показать вот мы и живем но я не держу за этот фрагмент то что уже соткана она уже в этот клубочек свернут мне уже нет ну тут наверно надо сказать как бы критерий который я для себя вижу вот ну там условной правильности там или неправильности насколько это картина мира делает тебя счастливым то есть я к чему к чему на самом деле пришел как бы это не исключает того что ты можешь в какие-то моменты жизни переживать несчастье горе там и все остальное но фундаментально ты как бы счастлив и или нет с концепции с православной концепции или с или сад войти ческой и и и так далее и тому подобное и вот важный момент про который вы упомянули про мастеров про людей которые чему-то учат про каких-то преподавателей что когда человек был там все время в церкви а потом умирает с болями и кричит что бога нет но вот это на самом деле рушит это могло порушить не только не только его жизнь а всех тех людей которые вообще когда-то его слушали и за ним шли и вот то о чем мы сейчас до этого говорили про вот этих двух замечательных людей что когда насколько ты можешь быть счастливым в других ситуациях это как лакмусовая бумажка и наверное здесь неважно ты счастлив за счет концепции или вне концепции или просто потому что твоя концепция ухаживать за огородом и ты от этого счастлив и ну кто как мне кажется да что если раньше люди искали концепцию который можно при ткнуться присоединиться того счастливые протестанты я пойду с ними там они улыбаются или там вайшнавы поют на улице похоже на счастливых людей я к ним присоединюсь концепции да то понятно что на самом деле при грамотном изучении во всех этих концепциях есть несчастные люди все мастера практически псевдо мастера потому что если чуть-чуть копнуть там кто-то зарабатывает деньги кто-то еще что-то у кого-то какие-то слабости и так далее и поэтому сейчас люди идут к тому кто им душевно резонирует кто счастлив вот они как не религию видит а конкретного человека который счастливый который улыбается вот мы собственно с рустамом ради этого и приехали понять вот а вы такой же как на как как в ютюбе счастливый человек официально заявляю что да что да да и в этом есть вот для меня в этом есть как бы большая большая радости ради этого момента стоит приехать и душевно пообщаться без религии и вообще но не только вы и вся команда вся команда тоже всем кстати там за сегодня огромное спасибо мы классный классный день провели и вы чувствуете как финальный попам вот хоть хотелось еще развить тему но папа мужа прям вот это кода кода в конце такая прям симфоническое с треугольничком пиво спасибо дорогой как-то вот спасибо вот сейчас вот видишь как все да сейчас как-то потеплее не пока мужики с ней по конфликтуют хоть чуть-чуть то и не встретиться повода обниматься не было сейчас хотя бы раз отлично ну что тормози останавливай